Дети – будущее Волгодонска. И пока оно проглядывается сквозь табачный дым. С этих слов началась акция «Поменять сигарету на конфету» у ДК «Октябрь» 30 мая. Многие юные горожане продолжают курить. И праздник здоровья организовали именно для учащихся в волгодонских среднеспециальных образовательных учреждений. Ну это бизнес, да, поэтому... Что бы вы сказали предпринимателям, которые продают сигареты детям? Позакрывать бы вообще все табачные ларьки. И что-нибудь вести новое для здорового образа жизни. Вадиму 36. Он оказался гостем акции и тут же ее поддержал. Поменял сигарету на конфету. Сейчас курение – это личное дело уже сформировавшегося мужчины. Однако сам начал дымить в 16 и сейчас обязан показать пример. Ведь некоторые несовершеннолетние гости праздника тайком признавались – курят. Но сдать сигарету при камерах своих педагогах не могут. Есть принципы и естественный страх наказания. Ведущая акции – Дарья. Молодой активист, участница конкурсов красоты. Закрывать глаза на примеры курения детей просто не может. Достояла компания несовершеннолетних детей. Они курили одну сигарету, я так поняла, на всех, потому что они там ругались. Я сделала им за обещание. В ответ я услышала, конечно, много негативных слов. Но я подождала, пока они услышат меня. Я несколько раз им повторила об этом. Но в конце концов они потушили при мне эту сигарету. У Дарь есть совесть и ответственность. У подростков из профучилища здравый смысл и страх. Этими чувствами молодежь Волгодонска отличается от тех, кто сигареты ей продает. Информационный ресурс блокнот Волгодонска уже неоднократно публиковал материалы о фактах продажи табачной продукции несовершеннолетним. Видеозаписи сделаны скрытыми камерами, а также ролики с замерами лазерными рулетками, расстояние между табачными павильонами и школами, а также детскими садами Волгодонска. На планете отмечают целых два международных дня отказа от курения. В Волгодонске, похоже, следует вести еще день борьбы с нелегальным предпринимательством на табачном рынке. Продолжение следует...